Наш следующий треш – сюжет, посвященный русской женщине по имени Юлия Рыбакова. Юлия Рыбакова, вообще говоря, издатель глянцевого журнала, которого я, правда, никогда не видел. Называется «CF City». Не знаю, что за издание такое, слава богу, руки не доходили. Но, кроме того, она в последнее время стала петь, стала описывать песенки и снимать видеоклипы. Первая ее песня была посвящена, ну и, соответственно, видеоклип такой рисованный, она была посвящена Рамзану Кадырову, как известно, национальному лидеру Чеченской Республики. Называется песня «Рамзан впереди», и строки там имеются в том числе такие, например. «Спорт и здоровье на первый план. Он для Республики как талисман. Всех вдохновляет его Инстаграм. Народный герой Кадыров Рамзан». Хороший текст. Кроме того, записала она песню еще до выборов, посвященную Дональду Трампу. Там тоже хороший текст. «Миллиарды за душой, управляет всей игрой, рвется в бой. Главный в воздухе вопрос, что с собой он принес на президентский пост». Ну, рифма, как всегда, изысканная. Трампа Юлия Рыбакова тоже очень любит. Хотя, конечно, спортом он занимается меньше, чем Рамзан. Но последний, последний хит Юлии Рыбаковой, она же «Леди Фортуна». Да, у нее ник – это «Леди Фортуна». Кстати, если уж по-английски «Леди», то должна была бы быть «Леди Форчин», то есть «Леди Судьба». Но тут почему-то «Леди Фортуна», но хрен с ним, в конце концов. Мы русские люди, нам до английской грамоты, как до луны. Так вот, про Путина. Теперь она написала песню про Путина, но называется эта песня «Просто-напросто Путин». Тут со стихотворной точки зрения уже все совсем правильно. «Сильной рукой Путин правит русской землей Путин. Только Владимир Путин сможет сделать Россию величайшей страной». Так поет «Леди Фортуна». И надо сказать, что вряд ли мы обратили бы внимание на этот сеанс всяческого лизоблюдства самого разного международного начальства. Но песня про Путина заняла первое место в российском топе iTunes. iTunes, если вы не знаете, то есть такой сервис в интернете, запущенный яблоком. Какие дураки им пользуются, честно говоря, не могу сказать. Считаю, что абсолютно бесполезная вещь. Там за деньги просто скачиваются песни. Все эти же песни можно легко скачать без всяких денег, если приложить минимум фантазии и усилий. Но те, у кого или слишком много денег, или совсем нет времени, или просто мозги недоросли, они пользуются iTunes. Скоро, кстати, их, я думаю, не будет, или они станут бесплатными. Но это еще один мой прогноз. Посмотрим, сбудется или нет. Короче говоря, в iTunes эта песня дошла до первого места. Тут особо, конечно, не стоит кручиниться по поводу дурного вкуса нашего народа. Хотя известно, что любит наш народ всякое говно. Но, скорее всего, это сделано искусственным образом, поскольку имеются, опять же, сервисы, которые обслуживают тот же iTunes и каких-то наших концертных промоутеров, которые могут за деньги, разумеется, накрутить сколько угодно посещение этого самого iTunes. То есть предполагать, что настолько уж эта песня, на самом деле, популярна, к счастью, совершенно не обязательно. имеются просто такие милые грязные трюки, которые помогают вскакивать на верхние ступеньки этих хит-парадов и рейтингов. Ну вот, собственно говоря, да, слушать песню, тем более скачивать ее, тем более за деньги, категорически никому не советую. А по поводу самой Юлии Рыбаковой могу вдогонку еще сказать, что тут размещены парочка ее фотографий. Выглядит она чудовищно. Безвкусный такой костюм в стиле императрицы Екатерины Великой и при этом розовый айфон такой у нее, с которым она делает селфи. Вот, очень смешная картинка. В общем, подстать, подстать героям ее песен, я бы сказал. АПЛОДИСМЕНТЫ